Приветствую вас, дорогие друзья, на Добром канале! Еще 8 августа 2019 года стало известно, что в Северодвинске после взрыва на военном полигоне в Архангельской области было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время радиационный фон в норме, об этом сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. Обратите внимание, это официальная версия, это вовсе не означает, что она правдивая. Мы с вами знаем, как это все бывает и как это было, например, при взрыве в Чернобыле. После чернобыльской катастрофы власти очень долго еще старались скрыть произошедшее даже от жителей самого города, тем самым подвергая их смертельной опасности. Итак, что же на самом деле произошло в Архангельской области? В данном видео мы с вами сравним, какую информацию предоставляет официальный источник этой администрации Северодвинска, как описывают произошедшие независимые наблюдатели, а также узнаем, что по данному поводу сказал президент США. Администрация Северодвинска нам сообщает, что в 11.50 по московскому времени датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона. Через некоторое время этот показатель стал уверенно снижаться. После этого показания датчика составляли 0,11 мкз в час. Напомним, что максимально допустимое значение, обратите внимание, максимально допустимое – это не значит нормальное – 0,6 мкз в час. На территориях градообразующих предприятий, имеющих производство с радиационным фактором, фон оставался без изменений, отметил начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов. При этом в городе не было зафиксировано обращение в медицинские учреждения людей с возможным радиационным поражением. Но вот сами жители оставляют полностью противоположные комментарии. По ним можно сделать вывод, что радиация в районе превышает норму в 5 раз. Поразительно, что власти опираются на тот факт, что население не обратилось в медицинские учреждения повально с жалобами на радиационное поражение. Мы ведь понимаем, что радиация – это медленный убийца, это незаметный убийца. Также поступила информация о том, что залив Белого моря в районе взрыва на военном объекте закрыли для свободного плавания. Запрет будет длиться в течение месяца. В Архангельск начали свозить пострадавших в специальных костюмах с защитой от радиации. Люди подозревают, что власти что-то скрывают от них. Они беспокоятся за свою жизнь и жизнь близких и родных. Напомним, что сам взрыв в Архангельской области, который спровоцировал повышение радиоактивного фона, произошел в четверг 8 августа. Причиной тому стало испытание жидкостной радиоактивной двигательной установки. Во время этого устройство загорелось. Инцидент произошел в 30 километрах от севера Двинска. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами. В результате этого взрыва погибло два специалиста Минобороны. При этом шесть человек получили травмы разной тяжести и были доставлены в больницу. 9 августа 2019 года источник Лента.ру сообщает нам, что шесть пострадавших при взрыве и пожаре на военном полигоне в Архангельской области получили серьезные дозы радиации и доставлены в Москву самолетами санитарной авиации. Лента.ру сообщает об этом со ссылкой на телеграм-канал БАЗа, не указывая источник информации. По его данным, всех шестерых везут в Федеральный медицинский биофизический центр имени Бурзаняна, который является флагманским учреждением российского здравоохранения в области биофизики, радиационной и ядерной медицины. Канал также назвал имена пострадавших. Игорь Березин, Сергей Плаксин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Александр Манюсин и Сергей Гришин. Помимо этого, база, ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщает, что всю одежду пострадавших сожгли сразу после госпитализации. Аналогично поступили с костюмами химической защиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь раненым. О том, что врачи, работавшие с пострадавшими в результате взрыва на полигоне, были одеты в костюмы химзащиты, сообщал телеграм-канал МАЧ, 8 августа опубликовавший несколько фотографий, на которых запечатлены медити в соответствующем снаряжении, рядом с вертолетом и реанимобилями с номерными знаками Архангельской области. Министерство обороны не комментировало данную информацию, но отметило в своем пресс-релизе, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было. Радиационный фон в норме. Вместе с тем, власти Северодвинска, близ которого произошло ЧП, сообщали о трехкратном превышении допустимой нормы радиационного фона в течение получаса после взрыва. В отделе гражданской защиты администрации города заявили, что это не представляло опасности для горожан и что вскоре уровень радиации резко снизился, вернувшись в пределы нормы. На фоне этих сообщений военные эксперты из США, ссылаясь на спутниковые снимки района взрыва в Двинском заливе Белого моря, заметили там транспортный танкер «Серебрянка», предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов. Впрочем, из открытых источников известно, что данное судно регулярно участвует в мероприятиях по транспортировке отработанного ядерного топлива и материалов, прежде всего, утилизированных атомных подводных лодок, а также обслуживает атомные ледоколы в северо-западной части России. Взрывы пожар на военном полигоне в Архангельской области произошли днем 8 августа. Как сообщали в Минобороны, это случилось при испытаниях жидкостного радиоактивного двигателя. Погибли, повторюсь, два специалиста министерства. Еще шесть сотрудников ведомства и неназванного предприятия-разработчика пострадали. В Минобороны не раскрывали какие-либо другие детали ОЧП, но власти региона заявляли, что оно произошло близ села Ненаксы. Там расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где, согласно открытым данным, испытывается практически все новейшее ракетное вооружение, включая ракеты стратегического назначения. По информации источников ленты.ру, происшествие может быть связано с испытаниями мобильной пусковой установки для диперзвуковой ракеты «Циркон». Коммерсант, ссылаясь на одного из военных моряков, писал, что взрыв мог произойти в результате разрушения ракеты и последовавшего за этим соединения топлива с окислителем. Возвращаясь к шестерым пострадавшим, которые сейчас находятся в Москве в реанимации, следует отметить, что у них два диагноза. Первый – очевидный. Тяжелые взрывные травмы – такие ранения человек получает, находясь вблизи от места сильного взрыва. Но у них есть и второй диагноз – радиационное облучение. Информацию о том, что на спутниковых снимках американской компании «Планет» предполагаемого района Белого моря, где при испытаниях жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв и пожар, замечен транспортный танкер «Серебрянка», предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов, как уже было сказано выше. Так вот, эту информацию предоставил сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее США Джеффри Льюис. Он отметил, что присутствие корабля может быть связано с испытанием крылатой ратеты с ядерной установкой. По его мнению, речь идет о крылатой ратете глобальной дальности «Буревестник», которая должна оснащаться малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой. Согласно опубликованному Льюисам изображению, там же еще находятся два судна, происхождение которых не смогли установить, и баржа. На самом побережье, вероятно, расположена пусковая площадка «Буревестника». Люди находятся в панике, так как более подробная информация для них не раскрывается. Также была информация о том, что залив Белого моря в радиусе взрыва закрыли для свободного купания. Пока запрет будет действовать месяц. Как стало известно сегодня, 13 августа 2019 года, по поводу данного взрыва в Архангельской области, с экстренным заявлением к главе Кремля Путину обратился в твиттер президент США Дональд Трамп. Цитата. Это не подтверждено официально и вряд ли когда-либо будет из-за секретности военных испытаний. Однако различные источники и эксперты считают, что во время испытаний в Белом море разорвало именно «Буревестник» – проект межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерным двигателем. «Буревестник», если будет доведен до плановых показателей, будет запускаться в воздух при помощи обычного химического реактивного двигателя, а после набора скорости продолжать лететь за счет ядерной двигательной установки. По данным экспертов, это будет на дозвуковых скоростях и относительно малых высотах. Во время ядерного ЧП под Архангельском 8 августа взорвался малогабаритный ядерный реактор. Небо стало оранжевым. Именно такую официальную причину ЧП озвучили российские власти. «Данный малогабаритный ядерный реактор был частью двигателя объекта военного назначения», – заявил научный руководитель Федерального ядерного центра в Сарове Вячеслав Соловьев. Также глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что сотрудники Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области при испытаниях нового специзделия. Именно такую терминологию использовал чиновник в формулировке. Если другими словами, то Кремль решил создать новую военную сверхмощную игрушку, а погубили людей. По жуткой, уже укоренившейся в России традиции Кремля воздавать по заслугам покойникам, а не надлежащим образом обеспечивать сверхопасную работу живых, сообщается, что погибшие при взрыве на полигоне под Архангельском атомщите уже представлены госнаградом. Таковы были новости на сегодня, дорогие друзья. Если это видео было информативным и полезным, обязательно ставьте под ним пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. На нашем канале мы боремся за права человека. Чем нас больше, тем мы большая сила. Присоединяйтесь, будем это делать вместе. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok